вот есть тут у нас такой радиатор от golf 3 прошлом году я ее поменял и но и тоже уже не креет придется ее тоже менять или починить или черт его знает что там надо сделать ну сейчас я постараюсь разобрать этот старый и посмотрю раз что тут там внутри происходит видно что разбирается с этой стороны разбираться нужно вот отсюда с помощью отвертки будем разбирать ее посмотрим что там происходит внутри потом с помощью герметика если получится конечно собрать проверить потом эти отчет ли и потом если можно будет вообще поставить можно там или нет будем решать так разбираться будет конечно трудно так это кубка тут нас я смещает очистить продолжим разбираться аккуратно нужно делать все это о еще один вот вот и так дальше вот мы тут разобрали наш метр и вот что внутри происходит вот я это по вытаскивал вот тут грязь и еще внутри побольше будет конечно сейчас я вытаскиваю вот эти трудно вытаскивать уже год тут не проходила антифриз внутри все высохло и трудно это вытаскивать теперь постараемся почистить ее сначала вот так вот так да тут я вижу что там много грязь второй двери вот тут видно если резинка когда наверное тут что плюс люди как это называется к рот есть риск что крот испортит вот эту резинку а сейчас вообще можно там потихоньку залить крот так чтобы эту резинку не испортить вот тут эту резинку можно там какую-то кислоту или уксус залить через день пометили подумаю как ничего внутри там забито все вот это я не знаю вообще зачем тут вставляются но наверное без этих нельзя собрать это и без этих конечно если вот это не поставить там вода антифриз лучше будет проходить снова постараемся почистить потом продумаем с помощью насоса или черт его знает чем вот такие дела я видел еще радиатор который забиты там больше у нас не так страшные дела но факт что у меня печка не грела как и и и и и КОНЕЦ КОНЕЦ Сейчас я хорошо промью этот радиатор снутри. Потом промою вот эти штуковины. Потом есть у меня вот такой силикон. Правда чёрный, но ребята говорят, что нормальный, хороший. Термоустойчивый на минус 50-250 градусов. Буду мазать вот здесь и постараемся собраться потом. Всё это поставлю на машине с внешней стороны. Прогоню её и посмотрю течёт или нет. Если не течёт, значит можно будет потом поставить на своём месте. Ну, пошёл я мить. Теперь будем всё это вставлять обратно. Я в интернете искал и нигде ответа нету, зачем все эти пластмассы вот здесь вставлены. Думал, думал и я думаю, что эти пластмассы вставляются специально для того, чтобы антифриз там внутри прокручивался. Чтобы была кинетическая энергия антифриза внутри этого, да, больше. Ну, там наверное, там какая-то физическое явление происходит и потом лучше вот эти трубки греются. Передаётся лучше энергия вот этим трубкам, наверное, и для этого нужно там внутри прокрутить антифриз. Сейчас мы тоже будем обратно вставлять эти пластмассы туда. Теперь мы будем мазать херметиком. Потом поставим крышку обратно и посмотрим, что из этого получится. Вот и мы собрали наш радиотор печки. Теперь поставлю на машине с внешней стороны, чтобы посмотреть, будет там истекать вода или нет. Если всё в порядке будет, потом снова разберём торпеду и поставим её там. Ну, покажу, как нужно её опробовать, течёт или нет, как с внешней стороны поставить. Ну, там я сниму шланги, которые идут на радиотор и поставлю вот здесь. Потом с помощью проволока прикручу на крышевые автомобили и посмотрю, через некоторое время там будет антифриз. Добавляем в целом, чтобы не пропустить. Люди не могут пропустить. Я беру её на кастрюлю. Добавляем с этой кастрюлью. АПЛОДИСМЕНТЫ